Пришла покаяться. А в чем? А в чем покаяться? Вот мы же давно, я уже это, как бы, помогаю, в общем, что-то делаю. А вы меня из такого болота вытащили. Погромче. Ну вы не можете одеть, что-то я... Нет, у меня нет ничего. Дальше. Вы меня из болота, говорю, вытащили. Ну вытащили, и что дальше? Господь вытащил, не я. Ну вашими молитвами. И когда все это, уже конец, настал отношениям, мне этот человек говорит, как вот вы его вычислили сразу, он мне говорит, дурак я был, что запретил тебе ходить на занятия, не запретил ходить на занятия. Понимаете? Ужасно. То есть надо было, чтобы запретил, и ты бы думала другая этого. Да, да, да. Продолжала бы в грехе жить. Да, все. А потом, ну когда мы разошлись, все, он там живет своей жизнью, и я узнала просто, и пить начал, и курить начал, ногу отняли, и умер уже. Умер. Да вы меня из какого вытащили прямо дерьма-то? Ну да. Господи. Я помню хорошо этот момент. Вот. Я ходатайствовал тебе даже перед батюшкой. Да, я знаю. Чтобы уменьшил тебе эпитемию прихода. Я знаю. И хорошо, что вы эпитемию мне назначили. Это очень хорошо. Это мне столько дало, что я за дверью постояла очень много. Слава Богу. Вот хотела покаяться еще в чем. Я иногда делала дела, а мне хотелось, чтобы меня похвалили. Похвалили? Да. А вот, ну как-то мне это приятно было. Ну это и понятно, что приятно. А чего там плохого-то? Да тщеславие мое, наверное. Да какое тщеславие-то? Это и так понятно. Иногда возникал у меня по первости ропот. Вы утром позвоните, а мои еще спят все. А я бегу в ванну, там воду включу быстренько. И говорю с вами. Или потом думаю, ну что все мне да мне. Мне и надо было. Господи, дурочки такие. Мне и надо было, чтобы тянуть меня. Вы меня и тянули, и тянули без конца. Да слава тебе, Господи. Я знаю, что вы главный мой молитвенник. И вчера, когда просто так, я посидела. Я потом пришла, я в ужасе была. Думаю, да что со мной, это что я. Не так хотелось. Мы вчера с тобой помолились, не один раз помолились. Да, да. Знаете, это плохо было. Ты пришла прям сходу, еще валенки не надела, я уже тебя на молитву зову. Вот ты говоришь, а я была, ты самое главное получила, молитву. Да. Ты рассказала о своих болячках. Да. Ну вот. А как-то я вот не так серьезно, не сильно восприняла. А теперь что-то подумала, что у меня очень серьезно ведь на самом-то деле. Могу я и совсем уйти. Думаю, а как я уйду и даже не покаялась перед главным моим молитвенником. Ладно тебе. Не покаялась. Не поблагодарила за все. Я вам на коленях все время должна возблагодарить за это. А ты что говоришь, похвала? Заметь, Господь говорит, а Мария избрала благую счастье. Он ее похвалил в глаза. И однако это не во вред, потому что это соответствует правде. Ой, да не всегда, наверное, правде. Потому что грешница окаянная. Вот. И самое главное, не знаете, как мучает меня. Что я ведь вот грешница, да? Блудница. А никто не знает. Мои-то думают, что я такая благочестивая. Какая? Грешница, грешница. Ты уже сто раз говорила, Господь простил тебя. А зачем ты мучаешь себя? Это неверие. Нет. Воззови-ка мне, я услышу тебя. Нигде не написано сорок раз, Господи, помилуй, говорить. Нет. Я очень благодарна вам, что вы вселили в меня надежду. Да. Вы мне 14 этих выписали. Я, я, Господь. Я сам изглаживаю грехи твои. Преступления. Они прощенные. Преступления твои ради себя. Уже давно прощенные. Господь за вас умер. И грехов твоих не помянул. И не помянул. Тебе зачем вспоминать? Ты только радуйся, иди благовествуй. И я радуюсь. Я теперь радуюсь. Неси благую весть людям, чтобы порадуешься. Христос пришел. Он умер за нас. Я беру книги, в больницу, беру книги. Володя мне еще приносит Евангелие. Я там благовествую. Вот это и все. А то греши, супергреши, так этому конца не будет. Зачем? И апостолы не ходили, не говорили. Люди, смотрите нас, мы грешники. Они говорили, он искупил нас, Павел говорит, от вечной смерти. Надо говорить то, что мы амнистию получили. Он выпустил нас из тюрьмы. Ты радуешься этим? Я был некогда таким, апостол Павел говорит. Я не достойно называться апостолом, но по милости Божьей вот такой есть. Вот это она говорит. Да, я грешный был, но меня Бог избавил. Он взял мою вину на себя. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие Теанна 1,29. Пришел к своим, свои не приняли. А кто приняли, тем дал власть быть чадами Божьими. Не грешниками, а чадами. А чада не грешит. Верующий в Сына Божий не грешит. То есть умышленно не делает греха. Хотя все мы согрешаем много. Совершенный человек может язык обуздать. Ты себя не мучай этим. Некоторые так. Я Духа Святого похулил. Священник пришел исповедовать. Уже умирает. Я Духа Святого похулил. Он говорит. Ну ты раскаиваешься. Да. Ну если ты раскаиваешься, значит не похулил. Нашим покаяния-то не было бы. Тот, который совершил смертный грех, он оправдывает грех. Ушел из православия. А, да я там такой. У него нет покаяния. Он так и идет в ад. Не мучай никогда себя этим. Еще на улице темно, и ты вот тебе напришла. За детей своих благодарю вас. Вы тоже за них молились. Они уверовали. Слава Богу. Уходят в церковь, конечно, в патриархию, но другого нет. Ну молятся. Надо ревновать обоих. Рома вспоминает Потеряевку. Еще бы. Люди, которые были, вот мы однажды едем дорогой. Ну я разговариваю с человеком, а он говорит. Говорит, а знаете, вы во мне ошиблись. Я говорю, а когда было, я вас ошибся. А мы, говорит, ехали. А проводница подошла и билеты проверять-то. И проверила, когда, говорит, у брата, а вы сидели между нами. Он, говорит, так вот по руку сделал. Говорит, я билет взял, это же билет ей показал. И когда она ушла, вы сказали, вы обманыли проводницу. И вы это, своровали у государства деньги. Это ваш брат вором будет. Но я вором не стал, я испугался тогда так этого. Я даже не обратил внимания на это. А вот как Господь трогает. А потом он нашелся и вышел. Вот мы встречали митрополита здесь, Сергия. И приехал диакон Владимир Черных. Дровый такой, все время он с ним ездит. И он говорит, а вы меня, наверное, не знаете. Я говорю, а вы в летном училище занятия вели, я там обратился. Видишь, я не знаю. Я говорил о вереотслышании. Это благодать призывающая и обращающая. Это от Бога зависит. А освящающая все 100% от него. Как Феофан Затворник говорит. Так что ты пришла, тебе просить у меня прощения не в чем. Ты не виновата. Ты всегда нам ягоды раз... Ты с пустыми руками меня все навалишь. Я каждый раз говорю, что я-то могу тебе дать-то? У меня ничего нету. Вы мне уже сверх всего дали. И самое главное... Так, сейчас оставайся. Володя уйдет, а мы с тобой помолимся еще. И больше не напоминай грехи. Не надо. Ты идешь, кажется, на помойку брошенной, разворачиваешь опять. Зачем этим утешаться? Уже прощенный. Я омытый кровью. Я как сын царя теперь иду и свидетельствую по всему миру. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Главное, вот это нашли. Рулетка называется. Щад рулетка. И здесь... Ну, я не знаю сколько. Ну, процентов, наверное, 80. Мусульмане одни. Голые там люди раздеваются. Ну, всякая пакость. Ну, они один за одним идут, люди. Я уже третий день здесь. А почему? Этим занялся перед самой смертью Сергей Козлов. И два ролика выставил. И я тогда вчера помолился. Господи, дай мне этот талант Сергея. Опуститься на дно ада этого. И там найти людей. Господи, дай мне это. А Сергей, если спасется, Сергей, молись обо мне. И у меня это новое поприще. Люди увидели. Конечно, говорят, располагают, что и возраст. Там моего возраста ни одного не встретили. Нету. И тем более... Мог за калпси сразу. Да. И Евангелие проповедуем. Вот сегодня Володя уже набрал 40 минут. 40 минут. Вечером еще 40 минут. Ну, есть какие, вроде спрашивают. Ну, есть, которые спрашивают. А бывает там и обругают. Ну, какое есть. Обругают и обрыгают тебя. Смотри, у меня голубка сидит. Это голубь там. А она сидит на гнезде. Видишь, вылетел здесь. А кошек в это время запер. У меня работа. Несовместимая. Вот днем он летает, а на ночь туда, в нижний этаж, переходят голуби. Покажи, там голубка сидит. Подойди. Засвети туда. Иди, посмотри. Она на гнезде сидит. Ну-ка. Видать, нет? Ну-ка, Володя. Да, да, да. Посвети. Я показал. Я показал. Смотри, видно, нет? Да. Под ней два яичка. Ох ты. И какая нос-то какой у нее. Дубоносый называется. Это очень породистая голубка. И вот они прилетают, я их заманываю, поедят и туда. А вот он сидит рядом. Первый день никак. А сейчас уже совсем рядом с ним ходим. Ну, приходится все застилать. Убирать. Ну, а как? Красота требует жертв. И он воркует. Вот пройдет еще дней 15, и в них будут ребятишки. Ну, что у тебя еще есть сказать? Помолиться. Ну, давай. Поблагодарить прямо... Ну, ты уже поблагодарила сто раз меня, поблагодарила. Ладно. Что еще от меня нужно? Что не хватает тебе? Что мне не хватает? Ну, да. Ты только не придумывай. Если не хватает, ты все время будешь... А чтобы с вами всегда быть? Всегда. Вот чтобы... Ты всегда со мной. Слава Богу. Ты молимся, когда... Ты... Как только помолились мы о Потеряевке. И сразу... Наталья, Адрия... Э, Татьяна. Ты у меня идешь после Потеряевки на первом месте. Так что... Тем более сейчас у меня графа, где больные, я тебя в болящее занес. А умирать мы все умрем. А Сергей-то пришел ролик, он сидит, как мать у гроба там убивается. Все уже поставили. Уже люди смотрят. Уже около тысячи посмотрела. А поставил где-то в первом часу ночи. Вот как много это значит. Да. А люди боятся, вот даже здесь... А вы еще снимаете. Ну, все. Меня, я люблю снимать, я снимаю. Так это нельзя. Я говорю, вы закона не знаете. Вот вы меня запрещаете. На вас падает уже статья там 330-й уголовного кодекса. Гражданская 27-го. Вас уже судить надо. Пять мест, где запрещают снимать. Это закрытое заседание Государственной Думы. Военные корабли. Таможенная зона где. И Министерство газофикации и электричества. Все. А везде открыто я могу снимать. Никого не спрашиваю. Милиция когда... А что нас снимаете, милиция? Ну и вначале приставать. Подали на милицию, все процессы до одного выиграно. Почему? Закон потому что такой. А вот в суде нужно спросить судью. Если она разрешит. Вот меня разрешили, я сидел, снимал. Так, Володя, отпускаем мы. Володя, мы не нужны больше? Даже если буду лежать, буду по телефону общаться. Ну да. Со всеми. Много нет, но две минуты. Кубайкина Галя мне звонила. Еще она? Свою историю рассказывала, что у нее тоже признавали рак. Но оказалось потом сильное такое воспаление. Она слушала по интернету злодеев. И они ей капали это против. Я говорил, вы выщеркните, в черный список занесите. Злодеи, как демоны. Гонялись. Так они хвалятся. А вот Гарля Кубайкина, она ушла. Куда ушла? Что она там имеет? Ничего себе. Что было, у нее ничего этого там нет. А у меня к ней только благодарность. Она же была корректором книг. Наполовину книг Марина, она записана. Вот так. Ну я, Володя, отпускаю. Все. Больше никакого покаяния, чтобы я не слышал. Только молимся. Хочешь, к Надежде Васильевне пойдешь. Нет. Дальше. Все. Спасибо, Христос. Все, да? Да.